Привет, друзья! Вести с полей. А у нас опять нет воды, значит и во всем городе вода есть, у нас воды нет. Кто виноват? Технический директор. Сегодня идём разговаривать, выяснять, договариваться. Короче, в чате опять хрень про то, что типа там город что-то не дают. Господи, смешно смотреть, но люди, ну вы что, реально? Даже я настолько глупенькая девочка, не привыкшая к реальной жизни, видеть неумеющая суть людей, неумеющая видеть гнусные манипуляции и прочее. Даже я уже поняла, кто виноват в этой всей ситуации. Неужели они будут продолжать на это вестись? Я просто в шоке. Как можно не видеть, что тебе открыто нагло врут? Какой-то в общем ужас. А я счастлива. Я помылась. Вообще, какой же это кайф. Всё-таки вот соль, вот эта мерзопакость, всё разъедает прям бе-бе-бе-бе-бе. Вот, очень неприятно всё это самое. А вот, блин, помыться, кайфу. Вчера вечером дали воду. Дали воду, значит, я же была... А я смотрела вебинар. Мне на вебинаре там обещали в конце вебинара скидки. И я давно жду большую скидку от этой школы. Хотела сказать художественной. Нифига не художественной. Потому что в прошлый раз скидку не дали. Вот. И в этот раз я ждала. Они говорили, что самая большая скидка за всю историю. Мне как бы очень надо. Потому что реально пакет у них не дешёвый. Сильно не дешёвый. Как бы 30 тысяч у них этот пакет без скидки. И я как бы, ну, надеялась. И, конечно, я не побежала там мыться ничего. Но я был бы... Никто не говорил, что вот дадут на 20 минут. Вот. Я руки помыла и сижу, смотрю, значит, вебинар. Вот. А когда я куда-то пошла, оказалось, что воды уже нет. По часам смотрю. 20 минут. Реально на 20 минут была вода. Посуда не помыта. Не знаю, набрался ли бак там в туалете за эти 20 минут. Но я тоже не помылась. Собаке тазик, чтобы мыть ноги. Не сменила, значит, ту воду, которая была на ногу. Короче, никаких дел я не сделала. У меня ещё был рабочий. После рабочего надо тоже. Всё грязными руками хватали. То есть как минимум надо там где-то что-то протереть. И, короче, я такая... И жду, короче, 5-10 минут, 15. Понимаю, что воду уже не дадут. Понимаю, что скоро спать ложится. И я должна каким-то образом этот вопрос решать. Уже темно. До моря не побежишь споласкиваться. Начинаю вынашивать план, как мне помыться, значит. Но у меня там оставалось 2 или 3 пяти литровых баклажки. Я думаю, так, ну ладно, навскидку мне утром, чтобы мыться. На одной баклажке хватит, чтобы мыться. Выйти куда-то и дотянуть до этого момента, когда воду утром всё-таки дадут. То есть, соответственно, у меня на помыться, в принципе, есть 2 баклажки. То есть, я могу одной помыться, и одна у меня будет ещё резервная. Или там полторы, но помыться, ещё пол баклажки резервная. Я такая уже вынашиваю план, иду, значит, искать всякие там эти, как они, тазики. Потому что я всё это уже попрятала. Я, честно сказать, уже и баклажки выкидывать собиралась. Вот глупая женщина в Геленджике сидит, собирается выкидывать баклажки. Женщина, храни воду в Геленджике до ноября месяца, а лучше до декабря, резерв, архив. Запасай тазики, храни большие бутылки. Вот, в общем, и я уже как бы почти подготовилась. И, короче, смотрю давление. Давление пошло, вижу стрелочка пыньк такая. Я такая, а, флотичка, давай включать, воды нет. Я в другой кран такая пыньк. А там есть, я такая, ура, ура. Короче, пришла я, значит, в ванну. Это ржака во все века и времена. Вы будете ржать над глупыми женщинами. Я вам разрешаю. Я с радостью сегодня вышла, чтобы вы поржали. Значит, самая большая ржака в жизни моей. Уже второй раз, это у меня второй или третий раз. Значит, так как мастер газ подключал мне газовщик, он сказал, выходите, нюхайте. Если будет возможность вызвать газовщика, чтобы он проверил, правильно ли я подключил, вызовите. И говорит, ну, по возможности, на ночь закрывайте газ, уходите, закрывайте газ. А я вообще запахов почти не чувствую. Я прям к носу подношу новый шампунь. И я прям совсем, совсем чуть-чуть, вот, давно уже так, не знаю, что происходит. Короче, я утром делаю кофе, что-то я в обед тоже делаю, газ я перекрыла. И я пришла, значит, в ванну. Такая намылилась, намылилась. А вода-то идет, и вода в трубе, она как бы не ледяная, она как бы такая. Кажется, что вот-вот сейчас пойдет горячая. А воды все нет и нет. Я такая думаю, блин, я что, газ перекрыла? А у меня на днях такое уже было. И я даже не сразу поняла. Я такая, значит, я намыленная такая, тыц-тыц-тыц, через всю квартиру такая пилю, значит, к этому газовому, знаешь, крану. Открываю его, пилю тыц-тыц-тыц назад. Воды нет, горячей, холодной. Я такая опять, тыц-тыц-тыц, значит, туда. К баку подхожу на этих дисплеечек, нажимаю, значит, там на воду, смотри, не могу понять, почему бак не запускается. То есть я газ пустила, вода есть. И эта штучка включена. Почему? Я, значит, в мыле стою. Стапок, значит, там периодически что-то покапывает. Короче. Боролась я, боролась. В общем, ладно, воду я сама себе дала, я помылась. Но то же самое у меня было вчера или позавчера. Та же самая фигня. А я стояла и ждала горячую воду. Думаю, да что за хрена у меня? Мне же все сделали, все должно работать. То, что я перекрыла себе газ. Короче, да. Женщина, по сути своей, беспомощное создание, на самом деле. Она может быть с каким угодно образованием. Она может даже понимать технически, как это устроено. Но в какие-то моменты просто мозг будет отключаться. И будет происходить вот такая хрень. Конечно, наверное, существуют какие-то женщины, которые именно в этой теме хорошо понимают. И у которых эта хрень будет происходить. Может быть, не будет происходить. Но у них будет косяк в какой-то другой сфере. В которой, может быть, я лучше понимаю. Я же понимаю, кто виноват в ситуации с водой. А почти все женщины в нашем чате не понимают. То есть там есть несколько человек, но они молчат. Понимают ли мужчины? Не знаю. Ну, в общем, ситуация такая, что я счастлива, я помылась. Правда, у меня вот уже все течет. Вот уже тут вот все под волосами, уже все мокрое. Вот. Но все равно классно. Вот, друзья мои. Так что так. А еще я думаю, идти ли мне учиться. Сейчас вам, кстати, про скидку расскажу. В итоге, значит, я этот вебинар дослушала до конца. Скидку мне не дали никакую. Я сверилась с принтскрином, который я делала накануне. Та же самая цена. То есть пакет минимальный стоит 20, пакет, который я хочу, стоит 30. Ну 30, ну 20 дней эти нет смысла. У меня уже есть знания в этой области. Мне нужен тот, который за 30. Значит, нет смысла платить. Просто я школу меняю, а знания те же. Мне нужен тот, который за 30. Ну да мне жалко 30. Ну, в общем, вы поняли. И сегодня утром мне приходит письмо, открываю почту. Там написано, вам говорит пакет. Это самое открываю. А там написано скидка. Я думаю, ну где ваша скидка-то? Я думаю, сейчас я вам ответом на это письмо напишу. Какого хрена вы вызываете на мастер-класс? Обещаю людям скидку. По факту скидку не даете. И их же принтскрин прикреплю. Накануне, который я сделала с той ценой. Вот. Смотрю, хоп, а там 15. На маленький пакет 15, а на большой 22 тысячи. Я думаю, о, а они в конце, ну, говорили весь вебинар, что для тех, кто уже учился в нашей школе, будет, в конце будет классная скидка, которую мы никогда еще не давали. А я же у них не училась. И тут я вдруг вспоминаю, что была же конференция по ВАСТу. Я хотела на нее ехать, но не получалось. Там по датам, в общем, я вот четко в Москве, я как раз в Геленджике была в эти даты. То есть, если дата была другая, я бы, конечно, обязательно туда пошла лично. Но потом я узнаю, что она будет онлайн, и покупаю у них онлайн. И, видимо, вот эту онлайн, что я конференцию по ВАСТу у них купила, видимо, я попала в список тех, кто уже учился, хоть этой была всего-навсю конференция, мне прислали вот это дополнительное письмо со скидкой. Вот. И теперь я в мучениях, потому что... Мне хоть и было интересно, какую они дают скидку, но у меня как бы прям вот нет вот прям заначки, чтобы вот прям вот сейчас курс купить. Он мне как бы прям нужен. В общем, я мучаюсь, мучаюсь и не знаю, что я решу в итоге. Вот. Так что я пошла дальше размышлять, мучиться и страдать. Покупать мне курс или не покупать? Где мне взять денег и прочее? И как бы вообще надо ли оно мне или нет? Потому что последний курс, который я покупала, я его выбросила в мусор, потому что это был капец-капец. и ведущая, на которой я повелась, и ведущая, на которого я повелась. Короче, у нас с ними не сложилось, не понравилось. Мне всё равно это всё сводилось к какого-то рода манипуляциям и тому, что женщина должна, как сказать, задвигать себя на второй план. То есть я в жизни стремлюсь к тому, чтобы быть гармоничной, ставить себя в начало потока, быть счастливой. И когда я счастливая, гармоничная, когда я в начале потока, всем моим друзьям, родственникам, моему окружению со мной комфортно. Вот. Если мы идём из позиции, что мы задвигаем свои интересы ради кого-то, и получается, что мы кого-то ставим в начало потока и как бы служим кому-то, в первую очередь, а не себе, вот, то происходит вот этот диссонанс. То есть женщина всегда будет недовольна в такой ситуации. У неё всё время будет вот этот вот. И, короче, меня это не устраивает уже. С позиции моего опыта и кучи пройденных курсов меня это не устраивает, такой вариант. Вот. И здесь на этом курсе они вроде бы давали правильные вещи, но у них вот из всех щелей лезла вот эта информация, что я всё равно должна, как бы, вот какое-то соужение, там, вот, короче, себя в начало потока всегда, сначала всё для себя. сначала для себя создать комфорт, чтобы хорошо было, и тогда гармоничным, радостным, счастливым потоком эта энергия счастья и изобилия вокруг тебя начинает циркулировать, и её могут принимать все. родственники, мамы, бабушки, дети, муж, все дела, и окружение, друзья, начальники, там, не знаю, подчинённые, кто угодно, но всё равно себя в начало потока. Поэтому тот курс я купила и не прошла, бросила его посередине, потом попыталась к нему вернуться, поняла, что нет, я не могу это смотреть, ну, прям, дошни, прям, фу! И я даже, ну, вот, чтобы сейчас такого не произошло, я теперь уже сильно чётко всё проверяю, надо мне, не надо, хочу, не хочу, пойду, не пойду, есть ли у меня ресурс для прохождения, есть ли ресурс, как бы, такой, витающий, то сколько времени отведено на всю эту работу, чтобы у меня были перерывы, чтобы я могла возвращаться, там месяц не заниматься, потом пойти заниматься, в общем, я сейчас опять буду думать. Короче, и сейчас я вам ещё поставлю видосиков, я утром ходила на море. Субтитры делал DimaTorzok Всех обнимаю, не унывайте. Пока-пока. А с вами была Дарья Поздняк, и до новых встреч! Субтитры делал DimaTorzok